Казахстан Они, тем не менее, выяснили подробности дела и ничуть об этом не пожалели. В первую очередь вопросом у вас там динозавра не находили? Озадачили отдел ветеринария Киметаулия Кольского района и местную ветеринарную клинику. Нас терпеливо мы слушали и тактично ответили, что нет, ничего такого не слышали и не находили. Тогда мы связались с Акиматом Казанбасского сельского округа, в состав которого входит село Баганалы. Вопрос о яйце с динозавром удивил служащих, но главный специалист Акиматом Аржанкуль Брахметова попросила не бросать трубку и позвонила в село. Да, там что-то нашли в средней школе, подтвердила женщина через пару минут. Неделю назад кочегар нашей школы обнаружил странный кокон в куче угля, сотрудник стал трогать его лопатой и кокон раскрылся, снаружи оказалось нечто мягкое и блестяще серое, сантиметров 20 в длину, рассказал директор Баганалинской средней школы Кайрат Кайдаулов. Температура на улице в этот момент составила минус 30 градусов и за 40 минут вне оболочки это нечто не замерзло. В итоге кочегар забрал остатки кокона вместе с содержимым к себе домой. В Баганалы журналисты выехали вместе с научным сотрудником отдела природы областного историка Краеведческого музея Андрея Мандрющенко. В доме Геннадия Кузнецова, кочегара школы, нашедшего странный объект, оказалось тесновато, полиция, директор учебного заведения и служащие Акимата округа заняли все комнаты. Все они смотрели на обитателя, яйца, больше всего напоминающего дохлую, черную от угольной пыли пиявку. Или колбасу с плавником. В общем, это совершенно не было похоже на динозавра. Рядом в пакете лежали ошметки оболочки, поверхность света монтажной пены отблескивала на свету. Кокон был найден около 16 часов дня, 7 января, на Рождество, в тот момент я долбил уголь в кочегарке школы, как вдруг лом провалился в некую пустоту, рассказал нам истопник Кузнецов. Я стал расчищать уголь лопатой и наткнулся на кокон продолговатой формы, размерами он был похож на мяч для американского футбола. Только я коснулся поверхности, как лопата к кокону прилипла. Я стал тянуть инструмент на себя, оболочка начала шевелиться и порвалась, внутри шевелилась эта штука, она была белого цвета, пока ее не засыпало углем. Мне было интересно что это такое, поэтому я забрал существо к себе домой, ведь его могли утащить собаки, а так хоть можно отдать куда-нибудь в институт на изучение. Все это время я хранил останки в кладовке и перед этим промыл их водой, запаха от существа нет никакого. Эта штука однозначно животного происхождения, здесь видны следы кровеносной системы, но то, что это отдельное животное, без детального препарирования сказать нельзя, отметил научный сотрудник Андрей Андрющенко после осмотра странного объекта. Нужна хорошая лаборатория, что-то вроде лаборатории ветеринарного факультета Сельхозинститута, вот туда отправлять надо. В своем нынешнем виде находка может оказаться чем угодно, например, частью кишки животного. Разрушенный кокон представляет собой ошметки органики, также густо покрытые угольной пылью. Однако видно, что изначально они были цветомонтажной пены. Со слов Кузнецова, изначальная форма, в виде мяча для регби. Пока полицейские расспрашивали Геннадия Кузнецова о деталях обнаружения находки и пытались неизвестно зачем заставить нас удалить снимки с фотоаппарата, в доме появились представительницы СС. Они провели дезинфекцию помещения и поместили органику в стерильный бокс. Сейчас он действительно похож на кишку, но он был живой. Моя дочь на фотографиях в интернете видела, как ему дали щепку и он ее проглотил, высказалась фельдшер Альфейна Лыгина, закрывая существо в барабане. «Прошла неделя с момента его обнаружения, а надо было сразу изучать», — отметила медсестра школы Александра Сюцкина. «А я подобное вижу впервые, хоть и работаю с 1978 года», — развела руками местный ветеринарный врач Галина Масляк. Сколько времени понадобится для лабораторных исследований находки, неизвестно. Большая часть полученных нами данных взята со слов свидетелей. В массе угля находилась полость, в которой пребывал кокон или капсула. При разбивании угля ломом полость была пробита, и когда истопник начал ворошить лопатой, то влажная капсула прилипла к ней из-за мороза. После разрыва оболочки, внутри было обнаружено некое шевелящееся живое существо и жидкость. Можно предположить, что жидкость содержала в себе вещество, не замерзающее на морозе. Например, глицерин. Поскольку объект поливали водой, то его избавили от антифреза и, в конце концов, замерзло. Что видели мы? Во-первых, все перемешаны с угольной пылью, что крайне затрудняет определение находки. Мы не решились на вскрытие на месте и передали это дело СЭС, хотя делать это надо было гораздо раньше, а не через неделю. Таким образом мы и наблюдали какую-то ткань органического происхождения, то, что якобы было коконом. Существо, или правильнее сказать образец, поскольку признаки существа при обследовании я не обнаружил, напоминает участок кишечника. С определенностью сказать отдельно или это существо, или же часть животного, на месте невозможно, давайте ждать результатов исследований. Тихо, не ходите. Проходите. Давайте, смотри. Там опергруппа сейчас работает, в этом доме все. Опергруппа? Ага, вот. Он говорит, там лапы были, там рот вот этот вот впереди. Кукон ли это? У меня такое впечатление, что вообще это обрывок кишки. Он говорит, она живая была, жила еще 5-6 часов. Признаки жизни какие? Что, рот открывала, глазами моргала. Вот, чавенева свода. Как вибрация. Кукон как вот так шел, как американский мяч. Ну, вот, ну, видно вот, когда вот поворачиваешь, вот он. Видите, вот нос и это. И вот лапка у него, вот эта вот. Прям как будто он камни откинул вот так, шар. И, смотри, шар появился. Может, защитная реакция у него или что. Но лопата железная, она прилипла. Часа полтора она шевелилась. Вот когда кукон порвался, немножко пар был. Первый раз в жизни такое встретил. Тем более зимой мороз, 35 мороза. Животного происхождения эта штука, это однозначно. Там есть, я вижу, следы кровеносной системы. Какое существо может вырабатывать количество глицеридов, чтобы выдержать такой мороз, ну, я не знаю. А вот кто видел кровеносной системы? Вот даже фотография мне, дочь, показала, что они щепку дали, щепку как будто проглотили. Без детального препарирования предварительные выводы делать как-то, ну, просто некорректно. Тал трогать его лопатой и кокон раскрылся. Снаружи оказалось нечто мягкое и блестяще серое, сантиметров 20 в длину, рассказал директор Баганалинской средней школы Кайрат Кайдаулов. Температура на улице в этот момент составила минус 30 градусов и за 40 минут вне оболочки это нечто не замерзло. В итоге Кочегар забрал остатки кокона вместе с содержимым к себе домой. В Баганал и журналисты выехали вместе с научным сотрудником отдела природы областного историка краеведческого музея Андрея Мандрющенко. В доме Геннадия Кузнецова, Кочегара школы, нашедшего странный объект, оказалась тесновато. Полиция, директор учебного заведения и служащие Акимата округа заняли все комнаты. Все они смотрели на обитателя, яйца, больше всего напоминающего дохлую, черную от угольной пыли пиявку. Или колбасу с плавником. В общем, это совершенно не было похоже на динозавра. Рядом в пакете лежали ошметки оболочки, поверхность светомонтажной пены отблескивала на свету. Кокон был найден около 16 часов дня, 7 января, на Рождество, в тот момент я долбил уголь в Кочегарке школы, как вдруг лом провалился в некую пустоту, рассказал нам из татопокрытые угольной пылью. Однако видно, что изначально они были цветомонтажной пены. Со слов Кузнецова, изначальная форма, в виде меча для регби. Пока полицейские расспрашивали Геннадия Кузнецова о деталях обнаружения находки и пытались неизвестно зачем заставить нас удалить снимки с фотоаппарата, в доме появились представительницы СС. Они провели дезинфекцию помещения и поместили органику в стерильный бокс. Сейчас он действительно похож на кишку, но он был живой, моя дочь на фотографиях в интернете видела, как ему дали щепку и он ее проглотил, высказалась фельдшер Альфейна Лыгина, закрывая существо в барабане. Прошла неделя с момента его обнаружения, а надо было сразу изучать, отметила медсестра школы Александра Сюткина, а я подобное вижу впервые, хоть и работаю с 1978 года развела руками местный ветеринарный врач Галина Масляк. Сколько времени понадобится для лабораторных исследований находки, неизвестно. Большая часть полученных нами данных взята со слов свидетелей. В массе угля находилась полость, в которой пребывал кокон или капсула. При разбивании угля ломом полость была пробита, и когда истопник начал ворошить лопатой, то влажная капсула прилипла к ней из-за мороза. После разрыва оболочки, внутри было обнаружено некое шевелящееся живое существо и жидкость. Можно предположить, что жидкость содержала в себе вещество, не замерзающее на морозе. Например, глицерин. Поскольку объект поливали водой, то его избавили от антифреза и, в конце концов, замерзло. Что видели мы? Во-первых, все перемешаны с угольной пылью, что крайне затрудняет определение находки. Мы не решились на вскрытие на месте и передали это дело СЭС, хотя делать это надо было гораздо раньше, а не через неделю. Таким образом мы наблюдали какую-то ткань органического происхождения, то, что якобы было коконом. Существо, или правильнее сказать образец, поскольку признаки существа при обследовании я не обнаружил, напоминает участок кишечника. С определенностью сказать отдельно или это существо, или же часть животного, на месте невозможно. Давайте ждать результатов исследований. Тихо, не ходите. Проходите. Давайте, смотрим. Там опергруппа сейчас работает, в этом доме все. Опергруппа? Утром 14 января корреспонденты Кастанайской региональной газеты «Наша газета», Казахстан, получили информацию, что в селе Баганала якобы было найдено яйцо с эмбрионом динозавра. Посмевшись над уткой, они, тем не менее, выяснили подробности дела и ничуть об этом не пожалели. В первую очередь вопросом у вас там динозавра не находили? Озадачили отдел ветеринария Акиматаулия Кольского района и местную ветеринарную клинику. Нас терпеливо мы слушали и тактично ответили, что нет, ничего такого не слышали и не находили. Тогда мы связались с Акиматом Казанбасского сельского округа, в состав которого входит село Баганалы. Вопрос о яйце с динозавром удивил служащих, но главный специалист Акимата Маржан Кульбрахметова попросила не бросать трубку и позвонила в село. Да, там что-то нашли в средней школе, подтвердила женщина через пару минут. Неделю назад кочегар нашей школы обнаружил странный кокон в куче угля, сотрудник стопник Кузнецов. Я стал расчищать уголь лопатой и наткнулся на кокон продолговатой формы, размерами он был похож на мяч для американского футбола. Только я коснулся поверхности, как лопата к кокону прилипла. Я стал тянуть инструмент на себя, оболочка начала шевелиться и порвалась, внутри шевелилась эта штука, она была белого цвета, пока ее не засыпало углем. Мне было интересно что это такое, поэтому я забрал существо к себе домой, ведь его могли утащить собаки, а так хоть можно отдать куда-нибудь в институт на изучение. Все это время я хранила останки в кладовке и перед этим промыл их водой, запаха от существа нет никакого. Эта штука однозначно животного происхождения, здесь видны следы кровеносной системы, но то, что это отдельное животное, без детального препарирования сказать нельзя, отметил научный сотрудник Андрей Андрющенко после осмотра странного объекта. Нужна хорошая лаборатория, что-то вроде лаборатории ветеринарного факультета Сельхозинститута, вот туда отправлять надо. В своем нынешнем виде находка может оказаться чем угодно, например, частью кишки животного. Разрушенный кокон представляет собой ошметки органики, также густые.